Добрый день, коллеги! Меня зовут Дмитрий Тимирбулатов, я директор по разработке моделей в ПАО «Газпромбанк». Сегодня мы с моей коллегой Анастасией Мезенцевой расскажем вам, как мы решали задачу обработки данных платежек с помощью текстовой аналитики и NLP. Вы видите название нашей презентации, я коротко опишу, откуда возникла вообще эта задача, это показано на следующем слайде. У нас был некий список транзакций, платежей наших клиентов юридическим лицам, в основном госструктурам, но в силу ряда причин мы не могли их классифицировать по каким-то четким признакам, не было каких-то конкретных флажков, а был только текст платежки, причем он не шаблонный, а мог быть разным. И вот на основе этого текста мы пытались их классифицировать. В итоге, чтобы перейти от текста и сумму платежек к неким фичам, эмбэддингам, чтобы применить уже ML аналитику NLP и получить некий скор, который показывает, с какой долей вероятности эти платежки можно отлисти к тем или иным категориям. Но перед тем, как перейти к задаче NLP, мы занялись такой верхнеуровневой разбивкой с помощью буквально SQL кодов, с помощью хардкода, и уже на этом этапе достигли кое-каких результатов. Вот тут показана верхнеуровневая разбивка на четыре основных категории – штраф, пошлина, оплата и налог. Мы их делали буквально на основе выделения ключевых слов с помощью функции like в SQL, и также аналогичными способами выделяли более подробные категории. Здесь они не показаны, но, в принципе, все было вот в таком ключе. Вот, пожалуйста, следующий слайд. Здесь показан пример текста платежек. Вот видны как раз ключевые слова. Но для более низкоуровневой категории пришлось, скажем так, присочняться, находить более сложные сочетания. И, что важно, текст, он не фиксирован, он может быть разным. Вот это создает определенные сложности. Так, пожалуйста, дальше. У нас не было изначально четкого плана, потому что мы не знали, какой способ выстрелит. Но пошли примерно таким образом. Сначала разметка на регулярных выражениях, это вот хардкод, о котором я говорил. Затем уже ML-подходы, пастеризация, классификация на основе разметки из регулярных выражений. И, наконец, многоклассовая классификация или мульти-лейбл, когда мы можем одну и ту же транзакцию отнести к разным категориям, если она им соответствует. Дальше, пожалуйста. Ну, я расскажу про первую часть, про регулярные выражения, какие там были сложности и какие удалось достигнуть результаты. Вот здесь перечислены недостатки этого подхода. Ну, я, чтобы не перечислять их все, не засчитывать, просто скажу, что основной, наверное, посыл сложности – это то, что у нас, как я говорил, нет единого шаблона ни у заказчиков, ни в самом тексте. И поэтому довольно, скажем так, задача с нечеткой постановкой, в этом ее основная сложность. Также тексты могут меняться, шаблоны со временем, и нам надо было все это учесть. Но уже даже такой грубый подход позволил добиться неких результатов в рисках, в CRM-рассылке. Ну, по бизнес-требованиям мы не можем показывать конкретных цифр, но бизнес нам подтвердил, что некий полезный эффект получен. Вот, но это был первый этап, про следующий этап. На следующем этапе мы в идеале хотим прийти к тому, чтобы заказчик, а заказчик – это наше бизнес-предразделение, приходил к нам со своим вопросом, своей болью, и связанной с данными платежками, и мы ему выдавали как итог список транзакций соотнесенных к категориям, причем не к одной, а к нескольким. И он использовал уже их в своих целях. Но это достигается с помощью гиперперсонализации, с помощью различных ML и NLP-подходов. Вот о них подробнее расскажет моя коллега. Передаю ей слово. Всем привет. Теперь расскажу про, собственно, ML-подходы, которые мы применяли в данной задаче. Первым из них была кластеризация. То есть что у нас было? У нас был набор данных, не было четкого списка категорий, которые в них содержатся, в этих данных. И для этого мы решили, собственно, применить различные подходы кластеризации и получать некоторые редкие, малочисленные категории, которые будут дополнять основной список категорий, полученных вручную. Как мы это делали? Мы достаточно сильно очищали данные от всего лишнего, потому что было много дублирующих значений, лишних чисел и так далее. То есть помимо того, что не было четкого шаблона, было много мусора. Также нормализовали тексты и затем их векторизовали различными подходами, так что модели из скакетлёна достаточно классические, как TF и DF и контвекторайзер. Применяли в Word-эмбэддинге, в качестве них взяли fast-text. И также использовали модель тематического моделирования из блядейки GenSim, что бы позволило получать разбиение каждого, разбиение текстов по тематикам и ключевые слова внутри этих тематик. В качестве векторизации, визуализации метода векторизации использовали облака слов, то есть выводили самые частотные биграммы в каждом кластере. Выглядит следующим образом. Как можно различить, что все эти прямоугольники должны были отражать разные кластера, но они достаточно похожи, смешаны и, соответственно, во многих транзакциях содержатся некоторые похожие биграммы. Из чего мы сделали вывод, что данные достаточно плохо разделимы, смешаны между собой, и решили полностью отказаться от подходов из учителя без разметки и перейти от кластеризации к классификации, используя уже имеющуюся полуавтоматическую разметку регулярными выражениями. В этой классификации сейчас пойдет речь, назвали ее на псевдоразметки. Для чего это нужно? Конечно, у нас есть уже некоторая разметка, мы можем на ней уже обучать некоторые модели, и результат обучения, то есть ошибки, какие-то несостыковки можно использовать для того, чтобы получать уже наиболее выверенный дата-сет, более чистые данные, которые можно будет использовать в дальнейшем. Как это происходило? Мы брали разметку на регулярных выражениях, основанных на ручных правилах, обучали классификатор, смотрели на его ошибки, обучали достаточно такие классические, на основе классических подходов, анализировали эти ошибки, и наиболее частотные, яркие случаи, на основе их мы корректировали разметку, и так поступали итеративно, чтобы найти как можно больше различных неоднозначностей и редких примеров и так далее. Какие эксперименты проводили? Достаточно классические подходы – это на основе градиентного бустинга и логистическая регрессия. Какие ошибки и недостаточности удалось находить? Например, достаточно частотным был случай, когда регулярные выражения находили, например, штраф за неоплату по руководству, которые выделяли как авто, модель предсказывал, как штрафки и ПТД, но и то, и то верно для данной транзакции, и поэтому все правы и никто не виноват, и можно с этого сделать вывод, что либо выделить такую отдельную категорию, либо, собственно, как мы и хотим, выделять и ту, и другую категорию одновременно. Следующий пример, если рассмотреть, здесь у нас оплата задолженностей, и, видимо, это слово было жестким триггером для того, чтобы в правилах в основе наручной разметки у нас выделялась метка, собственно, за штрафами и задолженностями. Вот, но модель, видимо, на основе каких-то своих закономерностей, возможно, посмотря на наличие токена ИП, выделила, что это наличие работы или дохода. Последний пример, не менее интересен, здесь вынесли такой интересный случай, это когда фамилия человека, реальная фамилия, может совпадать с таким корнем из слова загранпаспорт. Часто есть варианты заграничных паспорт, но есть и заграны, и на таком примере правила могут сломаться, то есть неочевидно догадаться, что есть совпадающая с таким корнем фамилия. И поэтому изначально правила относили это к категории загранпаспортов и связанной с этим вещей, но потом, когда мы уже все исправили, оно начало относить к категории семья, потому что родительская плата, соответственно. Модель каким-то образом определила это как топ-доходы, видимо, потому что как оплата за что-то, за какие-то нужды. Какие можно из этого сделать выводы, что получилось находить некоторые несостыковки, как-то анализировать данные, находить примеры яркие, которые сложно было найти вручную, и текущая цель выполнена. Но этого все еще недостаточно для выполнения нашей глобальной цели, и поэтому мы пошли дальше и решили реализовать много классов классификации с пресекающимися классами. Так длинно оно выглядит на русском, а на английском аналог это Multilabel Classification. Чем такая классификация отличается от других? В классическом многоклассовой у нас одному примеру в Tset соответствует ровно один класс. В Multilabel, соответственно, несколько меток классов. И такой подход с несколькими метками для каждого примера наилучшим образом удовлетворяет нашей поставленной глобальной задачи именно предсказывать несколько категорий для одной текста платежки. И так мы близимся к цели. Как мы, собственно, делали разметку? То есть той разметке, о которой я говорила раньше, даже пускай немного скорректированной, это все-таки разметка для многоклассовой классификации, а именно для каждого примера у нас соответствует один класс, и такая разметка не подходит для обучения Multilabel модели, логично положить. И поэтому мы использовали такую юристику, One with Rest, достаточно распространенную и, возможно, как-то интуитивно понятную. Мы брали, то есть у нас был некоторый обучающий бетасет, мы делили его на части и брали одну часть для обучения отдельного классификатора, в котором мы положительные примеры уже у нас есть, мы их уже разметили, а негативные — это все остальные. И так обучали несколько классификаторов, которые, собственно, в дальнейшем, их предсказания использовались для доразметки всего датасета. чтобы он стал именно Multilabel. Насчет пайплайна. Здесь ничего сверхъестественного. Мы также продоброводовали данные. Как я говорила раньше, упоминала, затем векторизовали с помощью TF и DF. Мы получали несколько простых моделей параллельно, то есть на наших данных. Под простыми моделями это случайный лес, градиентный бустинг, не знаю, густая или еще откуда-нибудь, и различные классификаторы, скайкетленные, вот там 8-9 штук. Параллельно выбирали по метрикам, по итоговому F1 брали 3 модели с наилучшими метриками и уже их использовали. Собственно, они составляли основу стекинга, то есть мы... Это использовался стекинг трех моделей. Так уже итоговый выход из классификаторов. Так выглядит итоговая разметка, в которой есть, собственно, по несколько классов. Хочется сделать некоторый вывод, а именно я вернулась к тому слайду, который был в самом начале, и добавила у него некоторые комментарии. Есть регулярные выражения, о которых мы говорили в начале. Они дают эффекты, уже видимые для бизнеса, но у них есть ряд ключевых минусов, которые не позволяют масштабировать это решение и делать его более гибким. Из ML-подходов, которые мы применяли, даже в наших надежде, не оправдала гастеризация, не получилось найти какие-то там новые, неожиданные классы и как-либо вообще разделить наиболее удачно данные. Классификация на разметке из регулярных выражений уже дала ощутимые эффекты, помогла нам найти, составить какой-то расширенный список категорий. И, собственно, итоговый подход — это многоклассная классификация с пересекающимися классами, которая полностью удовлетворяет нашей поставленной цели. Но у нас есть куча моделей, примененных подходов, есть итоговая multilabel модель. Что мы с ней планируем делать дальше? Мы планируем размечать этой моделью большие объемы данных и их агрегировать между собой, складывать, вычитать, читать и какие-то некоторые агрегаторы на основе их уже строить имбеддинги и использовать эти имбеддинги в качестве некоторых доп. печей в других моделях в банке и смотреть, дает ли это прирост в сравнении со сходными версиями. То есть мы, например, получаем имбеддинги, их отправляем, их используют в качестве дополнительных фичей. Если дает прирост, то мы такие, круто, все получилось. Если не дает, то переобучаем, смотрим, можно улучшить, мы, вероятно, усложняем подходы и так далее. На этом у нас все. Надеемся, что было интересно. Можете задавать вопросы вам на почту, мне в Telegram и так далее. Коллеги, спасибо за внимание. Мы попробуем ответить на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!